Кстати, медведь, так почитаемый Ханты и Манси, присутствует на эскизе нового герба Югры. Он держит стяг старинного югорского княжества, на территории которого сейчас и располагается современный округ. Кто создает новый символ региона и что обозначают отдельные фигуры главной эмблемы Югры, знает Анна Шуркевич. Художник из северной столицы Дмитрий Иванов, автор гербов Кургана Анады Рябского. Десять лет назад мастер создал главный символ и для Нефтьюганска. Примерно тогда появились и первые эскизы главного югорского герба. Было сочинено основных штук 10, а может быть, в целом штук 25 разных эскизов, как мог бы выглядеть югорский герб в полном виде. Действующий герб Югры и гербом-то назвать специалисты не могут. Слишком много геральдических ошибок. Например, еловый венок для автономного округа неприемлем, так как обозначает несамостоятельность региона. Почти тысячелетняя история геральдики показывает, что очень часто гербы переживают своих владельцев. Поэтому в современных условиях, когда мы гербы создаем, на нас ложится гигантская ответственность. Мы должны понимать, что мы создаем знак, который уж точно нас переживет и будет служить многим поколениям. К работе над гербом подошли основательно. В геральдическом совете подняли архивы, чтобы найти первые упоминания об эмблемах земли югорской. Манифест о полном гербе Всероссийской империи 1801 года. Современная югра находится на территории двух княжеств – югорского и кандинского. Символ югорской земли – копья. Символ кандинского – дикий человек, который олицетворяет древность и чистоту княжества. Этой гербовой фигуре около трех сотен лет. Описание есть и в документах, относящихся к правлению Павла I. Написано здесь – голый дикий человек, держит дубину на плече. Да, поле зеленое. Стяги старинных княжеств держат медведь и лис. Вот уж они – очень многосложные символы. Медведь говорит о силе и свирепости в защите Отечества. Лис – образец хитрости и ума. Эти лесные животные имеют свое значение и для коренных народов Севера. Так Косолапый считается сыном главного бога Турма. Он живет, его дух между небом и землей, значит, его взвышает очень. И изначально все духовные ценности, причем возникли медвежьи и игрища. Это, значит, только из-за того, что он сын Бога. Лис, конечно, значимый в любых молебнах, больших борющих, когда происходят. Лища и шкурка, значит, заманивают всех духов, если показывают. Значит, здесь большое событие. Еще один важный элемент нового герба – корона. Она подчеркивает статус югры как субъекта федерации. Кстати, у региона может появиться и официальный девиз. Под него выделено место на ленте. Вот, кстати, если кто-то из местных историков и хороведов захочет проявить творческое и дельное участие в этой работе, над чем следовало бы подумать давным-давно уже, это с тем, что могло бы стать девизом для регионального герба. Этот герб считается основным. Правда, художники создадут еще и сокращенный вариант, который будет размещаться повсеместно. Сейчас идет общественное обсуждение нового символа округа. Герб необходимо привести в соответствие с федеральными требованиями, чтобы потом его включили в Государственный геральдический регистр России. Анна Шутевич, Юрий Гурев, Дмитрий Макаров, телекомпания Югра.